Привет! Привет! Ты тренируешься с командой уже неделю. Тебе нравится находиться в Шерифе? Поделись своими эмоциями. Ты уже тренироваешься с командой уже неделю. Ты уже тренироваешься с командой. Как ты чувствуешь с твоей эмоцией? Да, я уезжаю с командой. Я очень рад, и немного познакомлюсь с командой. И я интеграю в команду. Да, я уже неделю с командой понемножечку узнаю своих товарищей и вливаюсь в команду. Айтер, поговорим о твоей карьере. Насколько мне известно, в 18-летнем возрасте ты попал в структуру мадридского атлетика. Но до этого ты тренировался в команде «Алькала». Что это за клуб? Можно сказать, что это клуб, в котором ты вырос как футболист? Мы поговорим о твоей карьере. В 18-летнем возрасте ты начинал в Атлетике в Мадриде. Да, я начинал в Алькала и в 18-летнем возрасте в Атлетике в Мадрид. А в каком времени вырос в Алькала? В 10-летнем. С 10 лет он был в Алькала, а потом с 18-летнем перешел в Атлетику в Мадриде. Можно сказать, что это клуб, который его воспитал как футболист? Алькала? В 19-летнем. В 19-летнем, в Алькала, я думаю, что меня воспитал как футболист, а Атлетику придал профессиональные качества. Но переход в Атлетико – это шаг вперед, верно, для тебя? Первый паспорт в Атлетико – это шаг вперед, верно, для тебя? Да, конечно. Это шаг очень большой, потому что я играю в моем городе, и я играю в испании. Конечно, это команда, во-первых, играет в моем городе, а во-вторых, это одна из лучших в Испании. Конечно, был шаг вперед. Айтор, ты уроженец Мадрида, почему Атлетико, почему не Реал? Ты в Мадриде, поэтому почему Атлетико? Почему не Реал? Нет, я Атлетико. Две команды в городе, но я и Атлетико. Айтор, практически пять сезонов ты отыграл за третью и вторую команду Атлетико. Какие матчи ты запомнил больше всего? Может быть, был какой-нибудь интересный случай? Да, у меня есть много людей, которых я вспоминаю много из этой команды и матчи. Люди, например, там Коке из Атлетико Мадрид и из Манчестер. А почему все-таки не удалось закрепиться в первой команде, как ты думаешь? И почему ты не можешь уйти в первую команду Атлетико? Да, это были моменты, я мог бы иметь моменты, но тренажер вернулся в других игроков. Я не могла уйти в этот момент, я не могла уйти в этот момент. Я не могла уйти в другую команду. И, ну, это все из жизни. Есть моменты в жизни человека, когда что-то должно туда или сюда произойти. Были такие возможности, но тренер выбрал другого человека, и другой больше возможности не было. Так произошло, жизнь такова. Сейчас пристально следишь за Атлетико, за выступлением этой команды? Сейчас ты смотришь на Атлетико, как играет и т.д. Да, это команда, который мне нравится. У меня есть тренер, который мне нравится. Он очень мотивированный, очень агрессивный. Он имеет очень хорошую философию футбола в клубе. Да, смотрю. Потому что сейчас, во-первых, команду смотрю, во-вторых, тренер очень хороший. Агрессивный футбол играет, мотивационный и так далее. И мне нравится философия футбола, которую он дает. Смотрю, да. Их чемпионство в Испании тоже как-то праздновало? Да, конечно, праздновало. И выигрыш у Барселоны. Огрессивный футбол играет в Лиге Мадрид. И я знаю, что они уже были в Лиге Мадриде. И они еще праздновали. Конечно, праздновали. И выигрыш у Барселоны у Реал Мадрид. Ты бы вообще выигрыш. Конечно, праздновал. Финал Лиги чемпионов, который состоялся в мае прошлого года между Реалом и Атлетико, ты смотрел по телевизору, либо удалось тебе выбраться на игру и посмотреть вживую такой большой матч? Финал между Реал и Атлетикой вы видели по телевизору или лично? Да, я видел по телевизору с друзьями, и это было очень тяжело, когда мы потерялись на финале, в первую минуту с сергией Рамосом. Я смотрел по телевизору со своими друзьями, лично нет. Конечно, это была очень большая трагедия, когда мы из одного гола проиграли. Сергией Рамос, когда забил. Из Испании ты перебрался в Румынию, сначала в Чехлеу, из Пятранямс, где ты провел аж три сезона, затем в Чехлеу. Расскажи, пожалуйста, об этом периоде своей карьеры. Скажите о клубах руманных в твоей карьере. Я был в Чехлеу два года, три года. Это было первое, что я был fuera из Испании. Я учился очень хорошо там, и потом я пошел на Чехлеу, где я играл один год, и потом я пришел сюда. Первый клуб, я думаю, что для меня был таким началом жизни в Румынии. Научился новому всему, потому что я вне Родины, сейчас учился новому. А второй уже был игровой, скажем так, клуб для меня. Прошел уже первый этап. Если я правильно понимаю, ты, как и Матео Сушич, покинули ЧФР клуб из-за проблем внутри клуба, верно? Да, но кроме внутренних проблем, еще проблемы были с выплатой зарплаты, финансовые проблемы, и из-за этого, да, ушли. Возвращаясь к Шерифу, как для тебя проходят эти сборы? Возвращаясь к Шерифу, как это происходит? Я сейчас уже пришел, уже есть недоступен здесь. Я должен быть здесь, чтобы я готов, потому что мои друзья занимаются два недоступного в Тирасполе. Я еще не могу спать, чтобы я не был тренирован на тирасполе. И я еще не могу спать, чтобы я был на уровне. Мне нужно много здесь нагнать, потому что люди перед этим две недели тренировались в Тирасполе, и уже здесь я к ним присоединился, и я чувствую, что мне много надо еще добрать, чтобы быть на уровне моих товарищей нынешних по команде. Что сказали твои родители, друзья, знакомые, когда ты подписал контракт с Шерифом? Как вы сказали твои родители, твои родители, твои друзья, как вы подписали контракт с Шерифом? Они были очень довольны, потому что сказали, что это хорошее для него возможно. Шериф – это команда, которая достаточно знает в Европе, и они считают, что для него это хорошее будущее. Довольны. Айтур, мы желаем тебе удачи и надеемся, что в Шерифе ты добьешься больших успехов. Мы желаем вам много успехов и мы надеемся, что вы получите много успехов в Шерифе. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, отдыхайте. Да.